Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии прямого эфира Жбек Турганбекова. И в начале выпуска коротко о самом главном. Новая практика. Врачи Алматинской области перенимают опыт коллег ведущих клиники Израиля. Балхарский район осваивает инновации. По мнению ученых, такое производство, обогащенных пилком кормов, не имеет аналога. Тысяча и одна. Необычную коллекцию уже 10 лет формирует житель Алматинской области. С 2013 года во второе воскресенье сентября жители Казахстана празднуют День семьи. В рамках праздника сегодня во Дворце языков областного центра состоялось торжественное награждение самых крепких, достойных и примерных семей всего региона. Заместитель Аким Алматинской области Бахтяру Нербаев поздравил всех жителей с таким светлым и добрым праздником и пожелал дальнейшего процветания каждой ячейки общества. Он отметил, что ни одна нация, ни одно цивилизованное общество не обходились без семьи. В понятии счастья почти каждый человек связывает прежде всего с семьей. Как говорится, счастлив тот, кто счастлив в своем доме. На сегодняшний день в Алматинской области насчитывается 330 тысяч супружеских пар. В этот день 19 самых крепких семей Алматинской области были награждены памятными подарками и поделились секретами счастья и долголетия. Среди награжденных были и молодые пары и супруги, которые уже отметили серебряную, коралловую и даже золотую свадьбу. Давали ценные советы, как сохранить брачные узы. После торжественной части для гостей в одном из ресторанов областного центра был накрыт богатый праздничный дастархан. Мы оба врачи. Я врач-хирург, она врач-акушер-гинеколог. У нас в семье трое детей, два сына, дочь. Дочка медработник, два сына юристы. От имени своей семьи поздравляю жителей нашей Алматинской области с таким праздником, праздником семьи. Желаю всем крепкого здоровья, благосостояния. Ну, все, чтобы были счастливы. Стимулирование производительного труда, пропаганда рабочих профессий, укрепление многолетних традиций рабочих династий. Такую цель преследует праздник День труда. В Казахстане он отмечается второй год в последнее воскресенье сентября. В построении общества всеобщего труда особую роль занимает профессия строителя. Сейчас, когда в Казахстане идет интенсивное строительство, потребность в этой профессии растет. Семья Шураевых на особым счету. На качественную работу у опытных строителей особый спрос. Ежегодно эта семья оставляет свой почерк возведением больших зданий в Алматинской области. Сейчас Берляки и Харакоз работают на строительстве дворца школьников в Талдыкургане. Труду Харакоз приучена с детства. Многодетной семье ей приходилось делать все. Из-за занятости родителей о пяти младших братьях пришлось заботиться хрупкой девочке. На ее плечи легли обязанности по хозяйству. В 17 лет она приехала из Оскемена в Алматы на заработки. Устроилась в строительную компанию. С тех пор в этой сфере уже 25 лет. В 1992 году пришла на стройку. Ни разу не пожалела. Первые годы, конечно, сложно было. Ну а сейчас к моей работе никто не придерется. Я думаю, все профессии хороши. Главное, нужно работать на совесть. Вместе со мной работают и мои заловки. Мы сейчас строим в Алматы свой собственный дом. Дети учатся там. Мы пока помоложе. Будем зарабатывать деньги. Спасибо начальству нашей компании, которые регулярно платят зарплату. Социальная помощь оказывается. Со своей половинкой Каракоз познакомилась на строительной площадке. Сейчас ее супруг Берли возглавляет бригаду из 25 человек. По словам бригадира, вот уже 10 лет его семьи обносят свою значительную лепту в развитие Алматинской области в сфере строительства. За плечами около 30 объектов региона, где они трудились вместе, чтобы эти здания стали лучше и краше. Я на стройку пришел в 1986 году. Как говорится, кто не работает, тот не ест. Чтобы лучше жить, нужно работать. Не просто работать, а хорошо трудиться. Только тогда человек может получать удовольствие от того, что делает. Лично вот мы после сдачи объекта со спокойной душой уезжаем к себе, потому что видим результат своих трудных и очень сложных дел. Вот сейчас работая, видим 12-этажки в седьмом микрорайоне. Их сделали мы. Глаз прям радуется. Поэтому молодежь, хочу сказать, чтобы они не боялись ничего. Пусть приходят, мы научим. Созидать особое удовольствие, утверждают знающий толк в этом деле представители рабочей профессии. Рядом с ними трудятся немало людей, преуспевшие в этом деле немало и трудовых династий, как в семье Берлика и Карагос. Гульназ Мустафа, Айдос Кореев, телеканал ЖТСУ. Ежегодно в Алматинской области рождаются более 45 тысяч детей. На фоне оптимистических цифр беспокойство вызывает здоровье большинства мам. Оно оставляет желать лучшего. Среди них встречаются и женщины, которым необходима особая медицинская помощь. В том числе в виде хирургических вмешательств. Именно о новых методах анестезиологии, реаниматологии и экстренных операциях в гинекологии и акушерстве говорили врачи Алматинской области со своими коллегами из Израиля на семинаре по обмену опытом. Как отметили медики, среди всех стран с развитой медициной выгодно выделяется Израиль. Именно он своими прогрессивными технологиями и нестандартным подходом в медицине зарекомендовал себя лидером в этой области. Поэтому для усовершенствования знаний местных медиков были приглашены опытные специалисты. Вместе с ними на базе Толгарской районной больницы будет проведен ряд операций по новым методам. Для того, чтобы совершенствовать технику реанимационных мероприятий, анестезиологических пособий. И в дальнейшем, я думаю, эту работу нужно усиливать. Любой обмен опытом он всегда положительный, он всегда полезен. И в будущем, естественно, надо больше контактировать, надо больше обучаться нашим специалистам. В будущем у нас есть планы, перспективы контактов с нашими коллегами из Южной Кореи, Турции. Поэтому я думаю, что в дальнейшем будет продолжена работа в данном направлении. Продолжаем выпуск. Они хотят изменить жизнь к лучшему. Авторы проекта «Ки-Зет Пранк» призывают общественность не быть равнодушными к проявлениям зла, насилия и порочности. Именно эти проблемы они поднимают в своих видеороликах, снятых на улицах Талдыкургана, которые стали уже весьма популярными среди пользователей интернет. Намерены авторы привлечь к обсуждению наболевших тем и еще больше число граждан, для чего провели сегодня презентацию своего социального проекта. Многие были буквально поражены актуальностью поднятых тем, а порой и явным безразличием людей к социальному злу. Изменить ситуацию к лучшему намерены инициаторы проекта и привлекают сегодня к решению проблем всех неравнодушных, в том числе госорганы, правоохранителей и представителей СМИ. Посмотреть видеоролики можно на сайте KZ Prank. Первый был выложен в феврале этого года и набрал уже 64 тысячи просмотров. Отсняли после этого авторы проекта еще 24 ролика и останавливаться на этом не намерены. До этого мы просто выкладывали в интернет наши видеоролики и показывали, что, ребята, у нас есть такие проблемы и так далее, и так далее. Видимо, эти многие ролики не доходили для тех людей, кто мог решить эту проблему, понимаете? А сегодня вот на таком уровне, пригласив всех людей, кто может решить эту проблему, мы показали определенные видеоролики и сказали, вот, ребята, у нас такие-то, такие-то проблемы, их надо решить. Мы не хотим просто, с одной стороны, показывать людям, что это плохо, то все, а мы по-своему хотим решить эту проблему. Хотелось бы призвать всех людей, ребят, будьте добрее, будьте людьми, и все будет хорошо. Новости Республики продолжают выпуск. Пограничниками Шимкента предотвращена попытка перепровоза 24 соколов-балобанов, передает пограничная служба Комитета национальной безопасности. Вчера с арагарскими пограничниками во время пограничного и таможенного контроля груза авиарейса Шимкент-Дубай обнаружены две большие черные сумки. При первичном установлении обстоятельств нахождения указанных сумок в микроавтобусе было выяснено, что они оказались у места погрузки багажа без прохождения таможенного и пограничного контроля. Со слов водителя микроавтобуса, когда он сел за водительское сидение, сумки уже находились в салоне и ему сказали отвезти их на борт указанного воздушного судна. В ходе дальнейшего совместного досмотра указанных двух сумок было выявлено 24 живых сокола-балобана стоимостью не менее 50 тысяч долларов каждый. В этих сумках до Дубая живыми долетели бы всего 2-3 птицы. А полицейские Алматинской области приступили к проведению очередного оперативно-профилактического мероприятия, направленного на соблюдение норм административного кодекса. На этот раз под прицел стражей порядка попали попрошайки. Следует отметить, что с момента вступления в силу административного кодекса новой редакции людей с протянутой рукой на улицах стало значительно меньше. На сегодняшний день за приставание на улице к прохожим и попрошайничество предусматривает соответственность от денежных штрафов до административного ареста. 8 по 17 сентября на территорию города Талдыкурган проводятся оперативно-профилактические мероприятия попрошайка. За 5 дней, проведенных на СОПМ, сотрудниками УВД города Талдыкурган было выявлено около 24 административных протоколов. Службы ЧАЭС Алматинской области подвели итог прошедшего купального сезона. А самые жаркие дни и лето спасатели ни на минуту не оставляли без внимания подведомственные акватории. Однако, несмотря на систематическую профилактику, цифры неутешительные. Стремясь отдохнуть подальше от лишних глаз, люди уходили в запретные зоны, где с ними в основном и происходили несчастные случаи. Самое трагичное, что погибли на воде и юные граждане, которые в основном были оставлены без внимания родителей у водоемов. С окончанием купального сезона работы у спасателей не убивалось впереди сезон зимней рыбалки. В июне месяце 13 человек утонуло, в июле 37 и 11 человек к концу купального сезона за август месяц утонуло. И около 11 детей утонуло за купальный сезон. Люди утонули в таких местах, не оборудованных для купания, в поливных каналах, в речках, в прудах. Даже были случаи, где утонул человек в цистерне с водой. Все происходящие случаи произошли, где отсутствует купание оперативно-спасательного отряда. Далее вас ждут новости экономики. С ними нас ознакомит Асем Кощегулова. Асем, здравствуйте, вам слово. Спасибо, Жебек. Здравствуйте. Со следующего года, возможно, повысятся акцизы на табачную продукцию. Таким образом, по данным общественных организаций, распространенность курения снизится на 2%. Более подробно прямо сейчас. Общественные организации Казахстана предлагают, чтобы доля акциза в пачке сигарет была 49%. При этом раскладе средняя стоимость пачки будет 400 тенге. Акцизные сборы возрастут до 184 миллиардов тенге. Это почти в 2,5 раза больше, чем сейчас получает государство. И спасает 54 тысячи жизни казахстанцев, заявила Джамиля Садыкова, лидер национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» на пресс-конференции в Алматы. Стоит отметить, в настоящее время доля акциза в пачке сигарет в Казахстане составляет 25%. Помимо этого, общественники предлагают включить Министерство здравоохранения и социального развития в рабочую группу по разработке соглашения об акцизах. Джамиля Садыкова напомнила, что в январе 2014 года отчисления в бюджет с табачной промышленности повысились в два раза за счет одномоментного повышения табачных акцизов на 94%. Доходы от табачных налогов выросли с 46 миллиардов тенге в 2013 году до 79 миллиардов в 2014. При этом снижение годовой реализации сигарет на 3 миллиарда штук. В Алматы состоялась встреча делегаций Народного банка Китая с представителями Национального банка Казахстана и Казахстанской фондовой биржи. В ходе встречи регуляторы двух стран обсуждали наличное денежное обращение между странами, вопросы сотрудничества в сферах валютного регулирования в Казахстане, обмен информацией между Национальным банком Казахстана и Народным банком Китая. Кроме того, были затронуты вопросы развития платежной системы и взаимных расчетов между странами, а также торгов, пары, юан-тенге, ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на Казахстанской фондовой бирже. Как отметили в ходе беседы президент Синьцзянского филиала Народного банка Китая Го Цзяньвэй, сотрудничество между Национальным банком Казахстана и Народным банком Китая имеет серьезную базу для дальнейшего развития. По словам Го Цзяньвэй, увеличение объемов товарооборота между странами способствует использованию национальных валют, инвестиции в расчетные операции. Далее об экономике региона. Необычный проект запустил находчивый предприниматель из Балхашского района. Деньги отныне делает он пусть не из воздуха, но из природного материала, который находится буквально под ногами. Камыш стал главным сырем для нового завода по выпуску биокорма. Еще вчера Балхашский камыш, разрастаясь в пойме реки, приносил местным аграриям лишь головную боль и убытки. Сегодня он востребованный биопродукт. На его основе запустили первый и пока единственный в Казахстане завод по производству кормов для животных. Всего 2 килограмма таких вот гранул, уверяют производители, необходимо, к примеру, взрослой корове для восполнения в организме всех полезных веществ. Это инновационный проект, получается, аналогов нету на все виды корма. 60% камыш идет, потом для крыс 20%, для морей 30% добавки грибка и зерна, соль, соды, кальция, карбоната, все. Новый кор пришелся по вкусу, здешним буренком 16 тонн в сутки, пока производит завод. И весь продукт раскупают местные фермеры. До 32 тонн намерены нарастить объемы предприниматели. Хотя технология производства полезных гранул довольно непростая. Камыш необходимо буквально пропитать нужными микроэлементами, рассказывает технолог. Прежде чем, чтобы сюда ложить камыш с перводробием, обрабатываем калстической содой и его держим в течение 30 часов в минеральной среде. Как стиль процесса, стерилизация, впитываются все минералы. Потом после этого мы его ложим сюда, на все проверяем, подача кислорода, температуру. И как вложим, туда же добавляем ферментер. В течение трое суток появляется наш биокорм. Годовая потребность завода 3,5 тысячи тонн камыша в год в регионе произрастает в десятки раз больше. Бесплатное сырье стало основой для новых проектов предпринимателя. Мир Галли Косымбеков, кстати, на собственные средства намерен наладить в регионе производство биогаза, который станет относительно дешевым и экологически чистым топливом для его тепличного хозяйства. Перспектива же ближайшего года – открытие завода по изготовлению стройматериалов из камыша. Наталья Хаменко, Думан Алтынбекулы и Нуржан Муканов. Телекомпания ЖТСУ, Балхашский район. Совсем скоро моногород Секили приступит к производству высококачественного чугуна. На базе горно-обогатительного комбината ведется строительство первого в Казахстане металлургического завода. Руководство компании, занимающейся возведением современного предприятия к подготовке нужных кадров для будущего завода, приступило еще с начала года. В рамках госпрограммы «Занятость-2020» специалисты приходят обучение и повышают квалификацию. На днях группа молодых текилийцев вернулись из Тимиртау, где освоили процесс переработки железных руд. Наш корреспондент дополнит. В городе металлургов Тимиртау бесплатные курсы прошли 39 молодых текилийских ребят. За почти три месяца обучения освоили все до мелочей. Теперь они квалифицированные кадры будущего предприятия. Артур Браун отныне один из тех, кто будет отвечать за само сердце завода-гиганта. Мы проходили практику на доменном заводе, где на одной из печек начинал свою работу Нурсултан Абисович Назарбаев. Спасибо государству за получение такой хорошей, нужной профессии. Очень рады, что у нас будет свое большое производство, рабочие места, город оживет. Эту площадку, где кипит работа, жители горнятского городка давно уже называют стройкой века. Завод возводится активно. В работах задействовано порядка 400 человек. Строит сразу две доменные печи. Запуск первой планируется в феврале. Мы радуемся и гордимся, что в нашем городе, на территории независимого Казахстана, строится первый металлургический завод. Город текилий ожил. Было время, когда думали, что уже город закроется. А в связи с постройкой вот этого завода мы как-то в городе ожили. Есть надежды на будущее, планы. Будут обеспечены рабочими местами наши внуки, дети. Строительство чугуноперерабатывающего завода проект прорывной реализуется с 2013 года за счет частных инвестиций в рамках госпрограммы развития моногородов. В год здесь планируют перерабатывать до 400 тысяч тонн руды. Сырье будем брать с рудника БАПЫ в Карагандинской области. Этот рудник является нашим собственным карьером. В процессе переработки конечная цель у нас здесь производства – это передельный чугун. Данный вид сырья, передельный чугун, необходим будет для производства трубной продукции. Одним из потребителей – это предприятие, которое производит трубную и арматурную продукцию у нас здесь внутри Казахстана. Запуск современного предприятия местные жители ждут с особым нетерпением. Ровно через пять месяцев здесь откроются 500 новых рабочих мест. В планах у руководства города отправить в Тимиртау на обучение еще 40 человек. Сейчас список будущих специалистов составляется в городском отделе занятости. Лужина Дельханова, Гульжанат Бакулжанова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Это были все новости экономики на сегодня. Передаю слово своей коллеге Жбек. Спасибо всем. А мы продолжаем выпуск. Ядерный комплекс Вионбени снова запущен на полную мощность. Лесные пожары в Калифорнии могут стать самыми масштабными в истории США. Красная книга стран СНГ может выйти в электронном формате. Далее в обзоре международных новостей. Сегодня власти Северной Кореи сообщили, что ядерный комплекс Вионбени снова запущен на полную мощность. Все оборудование работает в штатном режиме эксплуатации, говорится в заявлении правительственного агентства ЦТАК. В тексте также сказано, что намерение продолжить реализацию ядерной программы стало, цитата, и естественные реакции Пхеньяна на враждебную политику Вашингтона. При этом, как говорится в сообщении, КНДР готова в любой момент ответить на действия США ядерным оружием. Пхеньяне также обещают в ближайшее время продемонстрировать свои новые возможности по запуску баллистических ракет и выводу на орбиту спутников. По данным южнокорейской разведки, старт ракеты может быть приурочен к 10 октября, дню 70-летия Трудовой партии Кореи. В ближайшем будущем может выйти в свет сводная красная книга стран СНГ в электронном формате. Об этом сообщили на втором заседании Межгосударственного экологического совета государств участников Содружества. Пока свою книгу презентовала Армения. В этой стране проекция работает до конца года. В электронный ресурс включено более 450 видов редких растений, 308 исчезающих животных и даже 40 разновидностей грибов. По этой же аналогии создадут сводную и красную книгу СНГ. До декабря страны-участницы совета должны будут внести свои предложения и уже на следующем заседании, которое состоится в России, подробно обсудят, как реализовать идею. Мобильная версия книги может особенно пригодиться на пограничных постах. По меньшей мере, два человека погибли из-за лесных пожаров в Калифорнии. Есть пропавшие без вести, но посчитать их число пока невозможно. Эвакуированы более 20 тысяч человек. Спасатели продолжают вывозить людей в безопасное место. В одном из городов пламя полностью уничтожило центральную улицу. По последним данным, горит свыше 50 тысяч гектаров леса. Пожар стал следствием сильной засухи. С очагами возгорания сражаются 11 тысяч пожарных. На севере штата ввели чрезвычайное положение. По оценкам специалистов, огонь распространяется с невиданной за последние 30 лет скоростью. Эти лесные пожары могут стать самыми масштабными в истории США. Материал подготовлен при помощи интернет-ресурсов. Абаевские чтения прошли сегодня в Талдыкургане. В областном конкурсе, посвященном 170-летию известного казахского просветителя и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, приняли участие учащиеся колледжи из разных районов области. Каждая из них исполнился сцены слова назидания Абая, стихотворения и песни великого автора. За выступлением юных чтецов наблюдала и наша съемочная группа. Надежда Хадыкина из Янбекши Казахского района в таком конкурсе участвует впервые. Произведение Абая она всегда читает на казахском языке с огромным удовольствием. В Казахстане является главным языком казахский. Мне кажется, что каждый гражданин Казахстана должен, независимо от своей нации, он должен знать казахский язык, читать казахские произведения и также стихи учить. Это как бы патриотизм развивает. Такого же мнения придерживается и Василиса Ильина из Жамбылского района. Учащийся медицинского колледжа немного говорит по-казахски, но очень хочет овладеть государственным языком в совершенстве. Поэтому и старается больше читать на родном языке Абая. Я впервые принимала участие в этом конкурсе. Мне очень нравятся стихи Абая. Мне нравятся все его произведения и все произведения казахстанских писателей. Хочу учить и знать казахский язык в совершенстве. Абаевские чтения — традиционный конкурс для молодежи. Однако в этом году впервые он прошел при поддержке Ассамблей народа Казахстана Алматинской области. А потому и участие в нем приняли представители разных национальностей. Всего 24 учащихся колледжей, которые стали лучшими в своем районе. Обязательным условием является, что конкурсант должен быть представителем другого этноса, потому что мы должны все-таки прививать, чтобы знания были приобретались, учащимися подрастающим поколениям произведения Абая, нашего великого, просветить. Победители конкурса будут награждены во время патриотической акции, которая пройдет 16 сентября на центральной площади Талдыкургана. Лишь до Белова Айдус Калиев, телеканал ЖТСУ. И в продолжение темы. Хорошее знание государственного языка показали и участники областного конкурса «Мемликеттектель Марти Бемес», прошедшего сегодня на базе Дома дружбы. В нем соревновались победители региональных состязаний. В целом по условиям в конкурсе могли принять участие представители разных этносов в возрасте от 15 до 21 года. Финал прошел по шести этапам. Заданий было немало. Молодые люди на казахском языке рассказали о себе, читали стихи и отвечали на вопросы, на знания госязыка. Кроме этого, финалисты представили на суд-жюри эссе на тему «Родина и единство». Показали творческие номера, исполнив казахские песни и танцы. А также переозвучили на казахский язык мультфильмы и видеоролики. При этом, как отметили организаторы, все конкурсанты справились с поставленной задачей весьма неплохо. Данные мероприятия проводятся в рамках республиканского мегапроекта «Мунгбала», стартовавшего в феврале в честь года АНК и нацеленного на пропаганду изучения государственного языка среди представителей разных национальностей. Мы неоднократно говорили и проводим мероприятия, что будущее детей сегодняшних – это связано с государственным языком. Потому что, чтобы поступить на государственную службу, в дальнейшем работать всегда, без знания государственного языка, это будет очень тяжело и это с каждым годом становится более актуальной. И сегодня конкурс тоже интересен тем, что рассматривает разностороннюю деятельность Ассамблеи народа Казахстана. Тысяча ручек – такая необычная коллекция есть у жителей села Баканас Балхарского района. Самых разных цветов и дизайна, каждая неповторима в своем роде. Свою внушительную коллекцию Бахтагалии Даутбаев собирает уже более 10 лет и постоянно пополняет ее новыми и новыми экземплярами. С незаурядным собирателем познакомился наш корреспондент. Среди тысячного разнообразия ручка, подаренная известным писателем Али Эскабаем и олимпийским чемпионом Жахсалыком Ушкемпировым. Есть экземпляры из разных городов и стран. Я сам с детства пишу стихи, а потому к ручкам у меня особые отношения. Собирал их поначалу просто так, а в итоге получилась такая большая коллекция. Конечно, я мог купить любую ручку, чтобы пополнить свой набор, но большинство из этих ручек мне подарили. Историю происхождения каждой ручки, как и сами изделия, коллекционер тщательно хранит и несколько раз в год проводит ревизию. Здесь имеют право оставаться только самые интересные и качественные экземпляры. С каждым годом коллекция Бахтагалида Утбаева пополняется на 100-200 штук. Увлечения отца сейчас активно поддерживают и дети. У нас в семье семеро детей. Мы никогда не берем ручки из коллекции отца. Наоборот, если вдруг видим что-то интересное и чего еще у него нет, покупаем и отдаем папе. Для самого коллекционера эти ручки и увлечение, и символ профессии. Бахтагалида Утбаев работает корреспондентом районной газеты. Любимое дело и журналистику, и коллекционирование ручек он планирует продолжать до конца жизни. В мечтах пополнить собрание необычными, редкими и ценными экземплярами, а также наладить связь с единомышленниками по всему миру. Кстати, пока самая большая подобная коллекция принадлежит жительнице Германии. В ее арсенале без малого 170 тысяч шариковых ручек. Дина Буранбаева, Думан Алтынбекулы, Нуржан Муканов. Телеканал ЖТСУ. Талдыкурганские каратисты вернулись в награду с открытого Кубка Европы по шинку и кушинка карате. Турнир прошел в венгерском городе Сольнак и собрал 110 участников из 15 стран мира. Казахстан там представили только спортсмены из Алматинской области. С ними встретились и наши корреспонденты. Чемпион Казахстана по кио-кушинка и карате среди мужчин Ирки Булан Бисимбаев теперь обладатель бронзы открытого Кубка Европы. Этот турнир в Венгрии собрал немало именитых спортсменов. В честь Казахстана защищали двое представителей Алматинской областной федерации карате Асет Ахмадиев и Ирки Булан Бисимбаев. В полуфинальном бою в весовой категории до 70 килограммов он немного уступил грузинскому спортсмену. Соревнования были на высшем уровне. Соперники были очень хорошие, особенно с Европы, с Россией. Первое место до 70 килограммов в моей весовой категории занял россиянин Хасай Магомедов. Очень известный спортсмен в мире шинке-кушинка и карате. В полуфинальном бою я ему проявил грузину. Он двукратный чемпион Европы в 2011 году и в 2009 году. Но самое главное, говорят сами спортсмены, это приобретенный опыт. За последние два года наши каратисты приняли участие в различных международных турнирах во Франции, Австрии, Малайзии и других странах. Высокий уровень выездных соревнований – это еще один шаг на пути к заветному чемпионату мира. Мы тренируемся у Битирова Зайны Махмудовны. Для нас это очень большая честь тренироваться у такого квалифицированного тренера. Сейчас очень большой, сильный коллектив. Мы вместе тренируемся, выступаем, показываем хорошие результаты. И в дальнейшем у нас большие планы отобраться на чемпионат мира, который пройдет в 2017 году в городе Астане. В конце сентября толдокурганские спортсмены отправятся на открытый чемпионат в Грузии. А с 3 октября в российском Хабаровске стартует чемпионат мира по киокушинка и карате, куда отправится бронзовый призер Европы Ирки Булан Бисимбаев. Дина Буранбаева, Мадиба Ибусынов, телеканал ЖТСУ. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин